Удушающий от болевого отличается тем, что удушающий это длящийся прием. Болевой это прием на испуг, то есть человеку стало больно, он сдался, чтобы не получить травму. Удушающий, ну люди могут заснуть и не сдаться, это нормальная история. Денис, почему тебе п*** перед всем стрелом, перед семинаром? Чуть не забыл, давайте пока мы все красивые, сразу же общую фотку сделаем, чтобы потом можно было спокойно расходиться. Всем привет, меня зовут Илья Богословский, часть людей здесь меня знает, маленькая часть, как ни странно. Часть не знает, я черный пояс, первый дан из команды Стрела, я скажу что-нибудь такое, что вы еще не знаете. Я в Стреле, наверное, с момента ее создания, даже чуть раньше, то есть мы еще не были джиу-джитсо, мы еще были каратистами, но уже боролись на турнирах по грэпплингу. К чему я это все рассказываю? К тому, что уже тогда я начал использовать тот прием, который я буду вам сегодня показывать. И у нас очень маленькое название, да, очень короткие, вроде бы название семинара. DARS, это всего лишь один submission, но я думаю, вы сегодня немножко задолбаетесь от того количества вариаций, которые я постараюсь вам сегодня показать, потому что это, наверное, единственное, что осталось у меня в подкорке, и несмотря на то, что я два года уже почти не тренирую, я могу все еще это дело вам сегодня показать. В общем, давайте по парам, шеи, надеюсь, вы приготовили, они у вас сегодня будут страдать. Начнем мы с базы, что это такое, как это делать правильно, и потихонечку будем добавлять к этому всяких странных извращений и вариаций. Давайте по залу, давай вниз, давай, начнем с самого простого, давай этот, в халф набок, с самой простой истории, даже без халгарда. Что такое вообще удушение DARS, чем отличается всех остальных? Значит, очень простые примеры, сейчас просто поймем, как это работает и почему вообще это работает. Мы должны человека сдушить, как мы человека душим, мы прикрываем ему два сонника. Этот прием не является исключением, мы прикрываем так же два сонника, просто один сонник мы закрываем его плечом, второй сонник мы закрываем своей рукой. Рука у нас идет диагонально, то есть вот тут у меня одна рука на соннике, вот тут у меня рука вторая на соннике. Мы закрыли, соответственно, сейчас нюансик, который мало кто делает, хотя он, наверное, один из самых базовых в этой истории. Мы душим здесь не давлением рук, мы душим здесь гравитацией. Так как мы все, ну, чем старше вы становимся поясом, тем более ленивым мы становимся в наших движениях, мы стараемся использовать все, что можно для того, чтобы получился самол. Я взял, вытянул ноги, я стою на пальцах, я просто поднимаю свои колени. Вот сейчас он спокойненько себе терпит, он не терпит. Что изменилось, я всего лишь поднял колени. Что это значит? Это означает, что я весь свой вес, свои груди, своего тела, головы положил ему на плечо. У меня стоит две точки пальцев на полу, и все остальное у него давит вот сюда. Я перекрываю ему этот сонник. Собственно, в базе Дарс выглядит ровно вот так вот. Вы должны понимать, что у него должна быть вытянута рука. Рука должна у него быть на соннике. Вторая рука, даже подниму немножечко, чтобы было виднее. Вот это тонкое место находится у него на соннике снизу. Как понять, что у вас рука снизу находится правильно? Ваш большой палец может быть у него на затылке. То есть, значит, кисти ровно достаточно, чтобы его сдушить. То есть, не вот так вот, не вот так вот, не вот так вот. Вот так вот. Вижу, вот смотрите, я начинаю сжимать его, держу, нормально. Поднимаю пальцы, ненормально. Понимаете, точнее колени, да? Все очень просто, по парам. Сделайте так, то есть вы без давления, без давления рук, без надрыва, без слома. Человек остается, сдастся, что он начинается именно от удушающего. Давайте, три раза каждый у вас должен постучать от удушающего. Погнали. Смотри, не объясняй ему. Он сейчас сделает, у него все будет хорошо. Давай. С коленей, Сань. Да, смотри. Ты сейчас встал на пол своим локтем. И ты давишь на пол, ты не давишь на него. Давай еще раз. Руку. Стоял. Да, руку положил. И ты, вот теперь рука, рука у тебя, рука у тебя вот здесь, и ты на ней лежишь. Вот теперь ты подними эту руку, пожалуйста. Вот эту руку подними. Ты лежишь на нем. Не на полу, а на нем. Угу. Вот. Теперь дальше руку пробей, положи и подними на нюх. И ты подниками. Колени подними. Подними его. Да. Вот. Попробуй еще раз. Дальше. Ноги, таз, таз, назад. Лап, ниже. Хорошо. Где у тебя? Рука. Смотри. Отпусти. Отпусти. Чуть подальше. Рука. Вот. 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 На грудью. Грудью повернулся. Закрыл. Поднял. Вот. Дормально. Нет в душе еще? Где его рука еще раз? Покажи мне. Не, не упирайся рукой просто в пол. Это будать, что ли? Давай еще раз. Повернулся. Повернулся. Вот. Поднял. Хорошо. Ну, что будет делать, давайте будем показывать. Нормально. Пробуй. Пробуй. Повернулся. Повернулся. Здесь просьба. Повернулся. просто давление вниз и вверх и все давай еще раз вы че сговорились я не понял что меня позорите сегодня где рука у твоя должна быть какая рука у тебя под шею должна быть нет еще раз да прикинь да не может быть ну заправил давай поднялся ноги назад опустился вот такие должны быть три смотрите удушающий от болевого отличается тем что удушающий это длящийся прием болевой это приемный испуг то есть человеку стало больно он сдался чтобы не получить травму удушающий ну люди могут заснуть и не сдаться это нормальная история поэтому критерий там хорошего удушающего можно подождать немножко когда он идеально исполнен текст сразу там либо стучи сразу потому что ему страшно если там чуть-чуть не доложили ничего не довернули вы можете подержать то есть 35 секунд вы можете подержать чтобы проверить что у вас удушающий работает не бросайте удушающий да есть такой стёб старших поясов на младшими поясами когда они отдают движение там не знаю спину там анаконду ту же самую дарс и после терпит да у человека не получается он идет это сильно но душе не идет но его можно перетерпеть и через там три четыре секунды новичок бросает прием потому что в нем не уверен да поэтому будьте уверены в своем приеме подождите какое-то время если через семь восемь секунд он еще не стучал значит немножко поправьте положение да это просто на будущее вообще как такой общий принцип вашего вашего общем подхода удушающим давайте это был у нас дарс в вакууме как будто бы вот он лежит такой полумертвый дал вам руку и вы его задушили да теперь мы поговорим про дарс с одной из самых частых позиций которые когда-либо его делал это халфгард сверху то есть положение да у нас какая-то борьба что-то здесь он халфгард взял делают такую грязь например чем часто он грязь это делает кто нам поможет делать дарс например он пытается взять неандерхук еще такие страшные штуки которые делают вот эту руку как раз там где мне нужно теперь пару таких важных точек с дарсом из халфгарда первая точка вы не должны делать дарс когда ваше колено стоит на полу да вы должны его делать когда ваше колено стоит у него на бедре почему потому что дарс вам дополнительно там 10-15 центов которые вам не хватит для того чтобы удушить понятно что дарс это прием ребят с длинными худыми руками почему я его всю жизнь делал потому что я снова вот такой вот да с таким вот гачи мне бы я мог не залезть откуда угодно и вы дальше в этом убедитесь ребят покрупнее дарс тоже работает причем даже более жестко например там денчик его делают вообще не закрывая потому что крупные плечи сильные руки он очень быстро это душит но может не хватить дистанции и вот эта дистанция вот на расстоянии она будет зависит того где у вас колено если вот здесь вы будете тянуться вам тут не хватит да вот здесь вот вам уже всего вполне хватит значит дарс я использую с халфгарда для двух вещей непосредственно для того что раздушить авто что пройти ему халфгарда очень удобно очень полезная штука то есть давай михал вот мы вышли какая-то свозня вот рука у него там уходит мне под корпус да я отжимаю его голос до сети станции забираю смотрите в дарсе во всех движениях фокус который вы делаете даже не на этой руке не то как вы осунули руку а как вы согнули в ушей этот нюанс который на самом деле ключевой во всех этим вот приемах то есть вы всегда в дарсе человеку складывайте голову а уж потом засовывайте руку потому что часто я вижу историю так вот пытается сделать прием засунув руку снизу и пытается прихватить не надо сожмите голову прийти голову к себе в общем я взял поставил руку ко мне на прижал и и не отпуская давление выезжаю до дарс теперь я также откидываю ноги тоже халкали и делаю движение он либо сдается либо я прохожу ему house есть еще раз возня он зашел я взял руку на голову сверху зачем чтобы согнуть ему голову положил руку к нему чем 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 короче его стульки тем сильнее вам нужно будет сгибание прихватил причем приходил я уже также давлю здесь на шею вот здесь не нельзя отпустить его голову какой у нас выход на из дарса правильно выпрямление головы сдвинули а не отпуская давление я залез разместил сползая сползая вниз руку верни сползая вниз вот эту гляньте я спас я стащил руку под себя и спокойненько поднялся уже на удушение давайте houseguard мне нужно чтобы трое три раза чек вам постучал из этого положения пробуем обращать свои нюансы во первых понятно да что ребята с вашей анатомии это делать сложнее явно поэтому вам нужно больше нюансов вы когда первое а вот ты не просто согнул и отпустил у тебя вот его назвал свернуть максимально сильно чтобы у тебя было чтобы у тебя будут брал и вот и по себя при этом когда его собираю я руку сбрасываю все второй рукой отжимая и вот и держит эту голову и ты ее продолжаешь держать и ты прям продолжаешь ее держать когда заползаешь ты еще сильнее и поджимаешь под себя ты собираешь голову максимально полностью да ты вот так вот от бубликов собираешься что у вас есть на этой силы но нет длины рук мне есть на руку поэтому я лезу далеко вам нужно просто собирать его компактно смотри еще раз у тебя первое движение должен собрать его к себе то есть ты рукой после сгибаешь голову да вот теперь ты вставишь палец и не отпуская его давление заправляешь руку себе на это да и теперь ты выпускаешься вниз все голову к себе а потом руку от себя у меня семинар по для людей с короткими руками улича длинная показал для длинных человек у длинных работает а и метр куда мы пророке темп будет такой большой но я буду показывать маленькие детали то есть очень маленькими шажочками смотреть штука который я открыл для себя очень недавно но она мне безумно нравится по сути чем в чем каев дарса ну дарса точнее анаконда гильотина что это по сути прием который делается одного и того же движения не буду смотреть сегодня на анаконду на гильотину но мы поговорим просто про дарс та же какая-то возня борьба я забираю руки как будто бы я хочу сделать ему гильотину но мне нахрен не нужна его гильотина просто я беру я беру headlock контроль чтобы можно с ним уже было работать я беру руки просто захват верхняя у меня вот здесь почему я дальше вам покажу я кладу вниз до на этом положении я все шагарды у меня headlock дальше что я делаю я сгибаю ему голову как мы говорили как я это делаю я делаю это своим локтем я локоть свой внешние внешней руки вот этот убираю под себя и дальше я свою руку вытаскиваю на просто после кого-то дать рычагом я вытаскиваю свою руку и она мне уже на месте и мы уже приехали то есть по сути эта штука газа более надежно чем вот здесь мы поехали что-то происходит да то я взял его загул я веса своего положил ему трудно уйти меня давление здесь давление здесь я сгибаю голову и достаю руку и она мне заезжает идеально на место понятно или когда еще раз давайте тебя есть очень любит да беру я соответственно вот таким вот образом да нет гоню вот таким вот мне нужна верхняя рука моя под под моей нижней рукой просто я беру контроль головы да как будто бы я хочу которым угол для чего чтобы взять возможность ему встать чтобы контролировать его чтобы гораздо более надежно толкая вперед кладу на плечо в дарсе вы не хотите чтобы он стоял на локте вы хотите чтобы он стоял на плече после чего опять же мы не стоим на своем локте мы на нем лежим я сгибаю его голову вытаскиваю свою руку и она у меня уже на месте пробиваю чуть дальше и выпрямляюсь пробуем не нужно три раза обещано чтобы это сделали каждый где твой колено где он должно быть нет на бедре я не на бедре она в халфгарде но у него на бедре верить халф верить халф и поставь колено на бедро да это сделал но вот и я хедлок положил вытащил вытащил и зашел смотрю рука рука у тебя снизу она вот наверх вот ее вытащил и завел положение как выглядит мой моя гильотина поставить странах сделать вот вот я держу своей рукой который у меня под рукой держу свой так сказать свою кисть что я делаю дальше я не подпускают руку пробиваю эту я вытаскиваю это и рукой эту вот не замок был был замок вот такой вот он стал вот такой вот стал вот такой вот и дальше что я делаю просто пробиваю руку обратно то есть мне этот замок остается неизменным вот он был здесь провернулся и после в этом замке я подвинул руку пробуем еще перейдем к нелюбимых всеми болевых болевым также на шею давай значит у ходе в датсе естественно есть стандартные классические способы защиты и сейчас мы поработаем над тем как им противодействовать и на тактика работы в датсе когда у вас собственно люди защищаются тот же самый халтгард рука у него была не здесь рука у него была вот здесь я как-то в этом забрал но классический способ это упор то есть мы понимаем да как мы душем мы душем плечом и рукой как сделать так чтобы не сдушил освободить один сонник как особо не сонник простым образом во что-либо упирается рукой то есть если я вот между прямая рука он упирается либо рука руку рука в руку можно делать да либо в пол сам пустой способ отличная защита ясно работает соответственно что мы не делать в этом случае я забрал прошел залезть и понимаю что я просто везу у него на руке которые он упёрся в пол если переходим к так сказать неприятным вариантом мне нужно поднять его ноги давлением чага на его голову с опоры на его шею как это выглядит я смещаюсь в сторону головы пытаясь поднять его жопу собственно в этот момент его упор в пол перестает работать и к удушающему он получает очень болевой то есть это уже мы его не душем точнее душу когда опускают пор но в основном мы ломаем шею то есть что вы должны представить себя в голове нужно поднять его жопу с помощью рычага она в давлении так сказать корпуса ему на голову так просто поднимая его жопу вверх зале забрал свалим залез не идет поэтому займете как такой сморо я не вытаскиваю мою ногу моя нога должна быть там где она есть потому что я буду держать его ноги чтобы он не развернулся я поворачиваюсь поднимаем и отпускаю его ноги тем самым даю ему дополнительное воздействие на его шею понятно или еще раз работа контроль свалил грешна бы пожалуйста другая стрибуте вытащил забрал понимаю что вот я я понимаю что там лежу на этом вот у него окуте перспал я прям на нем корпус лежу и тут до сонника еще полметра то есть я по любому не смогу его тут закрыть снизу ну сказать не давлю паре что я делаю я выбираю свою ногу вот эту под его ноги ложусь на бедро и поднимаю его за голову на их держа его за мне что будет если не буду делать его за ноги он идет он ляжет и встанет на меня я ушел а просто стала перевернулся перекрутился и у меня ничего не получилось поэтому ногу держим обязательно теперь все понятно беда вас интересуется нету разница давайте погнали Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это интересные будут для развития, но в основном эти вещи будут такие. Более... Людям с более продвинутой вестибуляркой, скажем так. начнем мы это движение с выход на дарс с бокового удержания бокового удержания вот я здесь и за первое что нужно сделать мне нужно вот эту вот его руку убрать себе на корпус делаю это с помощью ноги и подползание в сторону главы видите да я выдавил его руку и зажал его руку между своей ногой и своей рукой будто все вытащить мне нужно и составить соответственно следующее я буду делать я буду перекладывать свою руку вот отсюда наверх вот таким вот образом я беру себя здесь за бедро внутри опять для чего для того чтобы не дать возможность ему руки следующее движение то я делаю я переношу руку вторую ставлю под таз чтобы он мог уйти и дальше самая такая будет непонятная вещь я перемещаюсь ногами на другую сторону и разворачиваем под идеальный дарс еще раз боковое удержание рука под головой поднялся ногу поднял протащил его рук забрал повернув не отпуская взялся за бедро поставил под таз чтобы уйти и перешел другую сторону закрыл вытащил давайте еще раз попробуем медленно значит другую сторону это контроль потому что если я просто на руку вот вот выход из этого положения когда у меня рука вытянута да из него очень хочется выйти когда ты в него попали ты прям прям плохо ты прям будешь пытаться оттуда уйти и мне нужно сделать так теперь это не получилось собственно вот эти все дополнительные маленькие нюансики по контролю рукой контроль ногой нужны только для того чтобы человек не свалил да вообще приемах идеальные приемы те которые не страшные вот он не страшно не страшно не страшно не страшно сразу и пытаешься сделать прием через сопротивление не страшно и ты делаешь без сопротивления делать это проще поэтому нюансы где понимаешь что происходит где можно сразу даже быть особо контролируемой в плане вашего положения еще раз давление давление поднялся ногу назад ногу сюда вот здесь уже какая-то херня происходит ему это уже будет не нравится будет мастить вот насколько руку давить на меня здесь удержаться удерживаться из того что я локтем прижимаю его руку к своей ноге и собственно корпусом удавлю дальше почти отпуская захвата переносу голову и заправляют еще все еще сильнее сдавливая ему руку и голову все прям держу их перемещая руку еще эту руку я перемещаюсь для того чтобы поднять его на бок потому что когда вы приходите я буду ногой я буду по выпрямляю руку поднимать его на бок чтобы разместить его надо забираем и размещаюсь попробуем если получится будет идеальность Акцент на движение ногой да смотреть чаще всего вы делаете у вас получается вот здесь вот и у него рука вот тут вы пытаетесь его душить это трудно потому что собственно потому что анатомически это трудно как сделать так что не было трудно я своей ногой когда я прихожу я прям вот его руку веду своей ногой прямо вы я не поднимаю ногу я прям по нему и протаскиваю видите где его оказывается каком образом я вот именно ногой своя отдельно бедро протаскиваю руку мы максимально далеко если уже закрываю до конца еще раз другой стороны я забрал его поставил и вот нога моя прям по нему идет я не отрываю нога далеко потому что на руках отвалится я прям его руку прям по его корпус веду по его голове и окажешь положение идеальном для дарса рука не здесь рука вот здесь она даже все еще у меня за рукой причине за бедром я не отпустил если закрываю здесь я уже дарс пробуем так 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 давай ногой пошел в правку головы давай и руку тоже тут расставь уже здесь и парка вдавайте идите идите голову подними голову подними обходи дальше обходи 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 повернулся ты сильно встал да ты отпустил все дистанцию развернулся другую сторону история которыми тоже очень нравится которая на самом деле мало кто-то с дарсом но на самом деле очень близко давай черепаху положение на проход черепаха у вас есть контроль соответственно вы взяли хедлок под руку он там ногу вам взял неважно то есть любая какая-то какая-то такая история когда вы оказались вот здесь да эти что мы делаем помните мы делали вытаскивание руки на одном из вариантов когда сгибал теку голову вытаскиваю руку мы делаем то же самое я сгибаем у голову вытаскиваю руку после беру замок вот такой кисть был вот так вот достал перехватил дальше что я делаю я делаю такой из вольной борьбы классический прием под названием ключ я кладу его на бок где мы оказываемся окажемся в дарс причем в идеальном его положении последние два года это самое частое положение с которого я выходил на дарс контроль есть нога нет нога вам не важно вы достали самое главное что я нагрузила в уши и свете моя рука снизу держит руку за кисть и я сдавливаю ему шею я ему грузу шею даю возможность ему подняться после этого давления на шею вниз этот локоть я поднимаю наверх делаю ключ и не даю упасть ему на сам самое главное я оставляю на боку оставляю его руку под собой не отпуская его шею свете я прям прижимаю корпусу я держу его голову здесь же я продавливаю вперед и оказываюсь дарси еще раз положение то есть вот это же захват это же замок рука здесь даже позднее нога если достал и согнул ему голову тем самым я не даю возможность ему что-то бы нормально делать переворачиваю не пытаясь прям заполнить его на спину после кладу его навык после чего я рука моя как вы можете видеть уже находится идеально положение там где не нужно для дарс как другую сторону вот я взял я сделал ключ вот рука вообще она идеально его рука находится уже подо мной вот у меня был замок я прям не отпускаю это замок не отпускаю его головы протаскиваю руку сюда и все пробуем я уже вот тут вытаскиваю и меняя замок вот с этого вот на этот у меня вот такой захват да рука к ладони не вот это у меня был а вот эту мне захват да и вот здесь вот уже я делаю ключ и у меня уже все идеально достал поменял ключ прошел давайте нюанс я смотрю у многих проблема с этим стань пожалуйста значит помним да первое положение мы берем вот так вот я беру с гузатырию сторону ладони это вот как вот наберем от гуси ходок галетины все мы берем вот так вот да вот мое положение вот я взял его я продавлю голову вытаскиваю руки и поворачиваю захват на захват к ладони было вот так вот стало вот так и после этого все что сделать взять даст протащит руку раз достали ключ взяли достали ключ я делаю вот ключ я делал уже вот таким положением вот кисть кисти ключ забрал было достали повернули ключ достал давайте посмотрим технику выполнения ключа сейчас мне принесут бамбуковый меч и качество обучения увеличится в два раза смотрите стой просто смысл переворота положить человека на бок да как я его делаю я делаю ваше того что я сгибаю ему голову а я же того что поднимаю его за подмышку я даже возьму здесь вот я его не подниму просто рукой это полностью бессмысленно слишком тяжелый если я его голову беру он сам спокойненько ряжет он сам курт нес и по сути я сейчас не поднимал вообще руку да я все движение сделал за счет давление ему на голову потому что он инстинктивно понимаешь что ему ломают шею двигается в направлении сам мне нужно его силы поднимать ну выставит и что туэру стали ну хорошо выставлять может попробовать вот я приведу вот у меня узел как был здесь был меня узел вот здесь да вот я вот перевернул так у меня узел если остался и от телета залога моего идеального даст мне нужно сюда перетаскивать это вытаскивать отсюда я вот вот я взял но я продавил голову и достал руку и здесь я повернул вот с этого узла у меня руки уже никуда не уходят я выставляю продавлю голову и забираю поэтому еще раз достали перехватили уронили причем уронили давлением локтя на голову заставили его немножко кувыркнуться и просто протащили на 1 давайте пробуем когда камера подходит отработка переходит в другое тут сразу позировки пошли все последнее совсем другое совсем возвращение дали сюда я в ноги не стать да все бабочки когда такого не было вот опять какая-то херня соответственно вот все то же самое как я это делаю я отняли микрофон поэтому вы не услышите это делаю это останется между нами работа я прихватываю руку работаю здесь меня продавливают даст этим контролем соответственно я пробиваю руку и кладу ее на шею следующее движение я головой своей закрываю ему голос увидите рука я сделал все то же самое то же самое даст ничего не поменял я своей головой нажимаю ему голову я вот продавливаю ему голову ставлю руку еще сильнее я продавливаю и закрываю дарс еще раз вот здесь вот ему страшно уже вот здесь ему очень легко здесь встать потому что чтобы встать ему уже после назад поднять голову поэтому он гораздо более сложный чем все предыдущие он прокатывает из-за своей неожиданности наглости то есть я взял с борьбом у него же голова ниже моей можно скатать хочет поэтому но я шея прихватил головой прихватил прасьте рукой прихватил зажал и приехали то есть вот каждое следующее мое движение еще сильнее и сильнее затаскивают его голову захват потому что все очень нужно думать чтобы он свою голову из не убрал возне а пока ты забрал забрал локтем забрал приезжался забрал приподнял задушил приподнял чтобы он не мог еще больше раз уйти чтобы больше было здесь на мне еще раз медленно после как это будет выглядеть на расстояние до рука рука на шее голова продавлено тебя поднимаю голову подмышку насовывать повара сливается сильнее забирает приподнимаем душу внимание смотрите гравитация нам очень важно положение точнее на рук в это по сути вариации ручного треугольника я забрал забрал я здесь руки сдавливаю они после падаю вверх я вот прям руки тисками сдавываю поднимаю себе я давлю руками себе а корпусом от тебя я прямо складывать вот движение и очень сильно его сдавливаю руками я его душу потому что я не могу не лезть я душу его здесь именно с давлением рук ну Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мне принесут бамбуковый меч и качество обучения увеличится в два раза Я самым началом, самым первым приемом движения показал вам, где должна находиться ваша кисть для того, чтобы у вас получился идеальный датс И соответственно, каждый следующий прием я вам показывал способ движения подсобочку, который выводит вашу руку в идеальное положение датса В каждом приеме это было Как мы помним, идеальное положение нижней руки, когда у вас большой палец обхватывает его затылок Это правильно, не вот здесь, не вот тут Это положение, которое у вас должно быть идеальным Соответственно, дальше что мы делали? Кстати, к вопросу, а то повторите все снова Вот сейчас он все это, алю Нормально же снимаем, да? Идеальное положение, дальше Мы говорим про халфгард Я этого идеального положения руки добиваюсь сгибанием его головы Вот я вот ее сюда добавил Вот я ее здесь держу, добавил Я его взял Это историк, как я выхожу сюда Даже когда рука у меня вот здесь вот Я забрал Вытащил Опять же, я вытащил Что я сделал? Я разместил руку в идеальное положение за его головой Просто сделал я это Вот этим движением Сделал Дальше Следующий там Болевые пропускаем Они про другое немножко, да? Дальше Вот сложный проход через бокового удержания Ровно все то же самое Все, что я добиваюсь этим движением Я добиваюсь Странным, сложным движением Идеального положения моей руки нижней для Дарса И его руки у меня под мышкой Да? Все Опять же, я делал ровно то же самое Следующий Ключом Когда я держу его Положение было здесь Опять же, я вытаскиваю Что я делаю? Первое движение, помните? Самый первый прием, который я показывал Ничего не меняется Ровно я добиваюсь Идеального положения моей руки Нижней Потому что в Дарсе Она определяющая Вам труднее всего будет поставить Именно вот это положение Все остальное вы там Нет-нет сможете исправить Если у вас рука будет вот здесь Вы уже не вытащите Вот здесь вот еще можно лучше Но скорее всего будет неудобно Это положение Это в каждом приеме есть деталь Которая строит прием Вот в Дарсе Эта деталь Это размещение руки Все остальное Это вот как у нее строится Все вот вытащил Но в идеальное положение И достал здесь его Вытащил его сюда Свою ключевую Все, у меня рука здесь Я уже на нем У него на верхней части Моя рука уже идеально на нижней Я ее забрал И более того Даже в последнем приеме Все, что я делаю Своим первым движением Когда пробиваю его руку По факту И вот хватая его голову Все, что я делаю Я сделаю идеальное положение Своей руки на Дарсе Ничего не изменилось Поменялась конфигурация Поменялось положение Поменялось его положение Мы езжали, стали сидеть Мы делали все одно и то же Мы размещали рука под руку И на шее Все Вот это движение Это положение Это и есть Дарс Все остальное Это вариант Как вы будете его делать Поэтому, когда я вижу Что вы пытаетесь Душить чек Когда рука у вас Вот здесь Или вот Пытаясь что-то засунуть Это все неправильно Пока вы Руку вы сюда Вот так вот Не разместили Вам бессмысленно Что-либо еще делать Скорее всего Не получится Будете пытаться Вытащить руку Идеально сюда Поэтому с самого начала Что я делаю Я прям размещаю И здесь По сути Вот если я Держу его голову Все Я это и делаю Все Спасибо Я хотел бы Чтобы у меня Вот эта история У вас в голове Осталась После этой тренировки Что вот Дарс Это вот это положение руки Все остальное Это его Производные Все Всем спасибо Для меня Дарс Это вся история Построена Рука под руку на шее И вот Чтобы там Проще с ними разговаривать Теренологи должны быть одинаковые Вот это вот То, что ты говоришь Это там В него есть другие вариации Там вторая рука Это один из способов Там Ты чаще всего Ты берешь Отдаешь Берешь этот же отворот И душишь Без руки Одними руками И это уже история Это кросс челки Это бейсбол челки Это история про Другую механику Другое расположение рук Другое давление Там даже Удушение происходит Вот так вот Не вот так вот А вот так вот То есть там даже Воздействие там другое Да Ты ее вытаскиваешь Ты же понимаешь Это все-таки Теренология Понятно, что там Ты можешь Угодно Хоть там В войну китайских воинов Неважно Самое главное Что тебя понимают Те, кто ты разговаривал Для меня Теренологии Да, мне все понимают Это показывают Я понял Это в общем то, что я вам написал Зачем другая история Это прием Построен на других принципах Его можно назвать Датса Но зачем Я просмотрен На самом деле Воздействие на человека Крайне ограниченное количество То есть у самих там удушающих Может быть там Точнее воздействие Либо ты Закрываешь сонник Каким-то способом Либо там Переразгибаешь суставы В разных вариантах Ну там сколько суставов Примерно умножаешь на количество Направлений И вот ты получаешь Общаканский прием Способ от этого Что туда выйти Способ от того Что воздействия Используешь ты кимоно Используешь ли ты Вот только свою руку Что-нибудь еще Огромное конечно Просто там Название И они все очень похожи Вот в чем прелесть Жил Чем дальше развиваешься Больше ты понимаешь Что оно все там Очень рядом Что опять Треугольник Оплата Да там Малоплата Это все один прием По сути Просто разные болевые То у тебя ползунья одно и то же Они двое уходят И вот тут то же самое Да Просто мне как раз Покационники Потому что там тоже Получается Именно гравитация Вариациях этой гравитации Ставших раздаться Их вообще огромное количество Включая Включая давление Какая-то Колено на грудь Не будешь называть его Дарсом Положение руки Нет, ты прав Они все очень близкие Ты же понимаешь Дарса работает И без кимонос Полностью Тебе вообще тэпка не нужна Она тебе Собственно Тебе даже будет мешать Дарс хуже Это прием Больше степени Без кимонос А вот то что ты говоришь Это вот Это удушение Грубо говоря Либо бейсбол Либо кроуз Либо там Куча еще названий Которого у него могут быть Боль-то вот Кроссчелк сверху Это тоже гравитация Если ты Правильно его делаешь Ты не руками его делаешь Ты корпусом его делаешь Ты со своим корпусом Руки с вами разводишь Это тоже можно Нет смысла Придумывать Кросси каши Гравитационные приемы Это бессмысл Решел-ка ответить Твой вопрос Да Я просто Повторюсь Я просто Для себя Интересно Параллели появились С тем что Примерно представлял Терминология названий Ну это Не даст Собственно Прошел Очередной семинар В нашем зале В этот раз Семинар был только Для ребят Из команды Стрела Были мои ребята Были команда Егора Беды И я продолжаю Топить за совместные Тренировки То есть до этого У нас была Совместная тренировка С ребятами Из другой команды Из команды Титан Мы не уделяли Внимание технике Мы поборолись Познакомились Сегодня была Совместная тренировка Для разных филиалов Нашей большой команды Мы больше уделили Внимание технике Мы не боролись Совсем И что я хочу донести Что вот Часто уже даже В регионах В одном городе Есть филиалы Какой-то команды При этом люди Дай бог Пересекаются с другом На соревнованиях Или на аттестациях Но не тренируются Вместе Не делятся опытом Это неправильно Мы сможем лучше бороться Когда общий уровень По стране вырастет Чтобы общий уровень По стране рос Мы должны друг с другом Обмениваться опытом Мы должны обмениваться опытом Внутри команды Разумеется Мы должны обмениваться Опытом между командами Тогда мы будем Все вместе расти Невозможно расти Заперевшись в своем зале И я стараюсь Постоянно приглашать В свой зал Каких-то ребят Чтобы они Показывали Моим ученикам Какие-то новые вещи Новые фишки Или возможно Показывали то же самое Что показываю я Объясняли другими словами То есть возможно У них получится Подобрать Более правильные Более лучшие слова Для того чтобы донести И я знаю Потому что я все это организовываю Что в этом зале Будет еще много Классных интересных ребят Которые я покажу Свои техники За счет чего Люди будут развиваться Люди будут экспериментировать Люди будут улучшать Свою дживу И нам всем будет хорошо